Сокращение численности 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 и подвергают себя опасности. Автомобилистов отсутствие этого перехода, несомненно, удовлетворяет. Пешие горожане, напротив, не сильно довольны тем, что для безопасного пересечения проезжей части им приходится идти, по их мнению, так далеко. Поэтому некоторые граждане не брезгуют нарушением правил дорожного движения. Стыдятся, прячут лица, но продолжают идти. Перестаньте! Перестаньте! Еще раз вы ударите на нас судьба. Вот эта акция «Пешеход на переход» сегодня проходит на нескольких точках нашего города. Мы выбирали наиболее опасные места, где пешеходы чаще всего нарушают правила дорожного движения. Но вот в частности, выходя с Первомайского рынка, многие пешеходы сразу напрямую пересекают проезжую часть, либо выходя на остановках общественного транспорта, игнорируют правила дорожного движения. И еще раз напоминаем уважаемым пешеходам, что не только их жизнь находится в их руках. Ведь вся ответственность за столь халатное поведение переходящих в неположенном месте, в случае чего, будет лежать на автомобилистах. Возможно, и стоит откликнуться на просьбу горожан, вернуть переход или перенести остановку ближе к светофору. Ведь если ничего не предпринимать, народ так и будет переходить проспект не по правилам, а по старой памяти. Академия права управления исполнилась в 81 год. Ольга Харламова побывала на торжестве. В Рязанской академии ФСИНА отпраздновали День народного единства и 81-ю годовщину со дня образования вуза. Праздничный концерт начали с выступления студентов, которые приехали на учебу из самых разных уголков страны. Уроженцы Татарстана, Кавказа, Якутии и других республик исполнили свои народные песни, танцы и продемонстрировали национальные костюмы. Учеба в этой академии сплотила ребят самых разных национальностей. Академия исполняется 81 год и все эти 80 с лишним лет Академия готовила кадры для правоохранительных органов и для уголовно-исполнительной системы. Известная не только в России, но и за пределами нашего государства Рязанская высшая школа МВД СССР была основана на традициях многих десятков лет, на традициях многих поколений. Сегодня в Академии эти традиции мы стараемся чтить, уважать, уважать прежде всего труд людей, которые отдали свою жизнь на воспитание будущих защитников Родины. К празднику этому готовились основательно, долго репетировали. Для студентов, которые тут учатся, Академия, можно сказать, стала вторым домом. Поэтому для них день рождения вуза – это значимая дата. Академия очень многое значит для меня, очень много сил было вложено, чтобы поступить сюда. Естественно, большие усилия прикладываю в учебе, занимаюсь, стараюсь наукой, творчеством, ну где как успею. Конечно, не обошли вниманием и лучших работников Академии ФСИН. Им торжественно вручили памятные подарки, грамоты и благодарности. Мне очень приятно, потому что приятно, когда труд оценивается. И не только оценивается, но и приятно вкладывать и душу, и свой труд в как бы в общее наше дело – воспитание сотрудников. Потому что наше учебное заведение образовательное. И очень приятно, что по всей России, как бы те сотрудники, которые обучаются у нас, потом в дальнейшем продолжают наше дело. Такое празднование Дня Единства в Академии ФСИН подчеркнула сплоченность многонационального коллектива. Известный публицист, писатель, общественный деятель и блогер Николай Стариков посетил Рязань, чтобы представить свою новую 15-ю книгу под названием «Власть». Деятель ее считает особенно важной для себя и общества. На презентации побывал и наш корреспондент. Ни много, ни мало, но речь на встрече с автором шла о глобальных процессах. Ни на кухне, ни в интернете, ни даже с другом в гараже, а в книжном магазине «Барс». В этот день можно было обсудить мировую политику. На представление новой книги у Николая Старикова ушло буквально 10 минут. В новом труде под названием «Власть» он перекопал историю от Римской империи до Хосни Мубарака, попытался дать оценку правителям различных эпох, покопался в действиях мировых отечественных политиков. А на последней странице заканчивается новый труд публициста словами «Берегите Россию». Я надеюсь, что в каждой книге есть масса информации, которая полезна для ее усвоения. Надеюсь, что и моя 15-я книга «Власть» тоже добавит что-то моим читателям для понимания тех политических процессов, которые уже происходили и самые важные, которые происходят сейчас. Далее уже был разбор полетов наших военных летчиков в небе над Сирией, зачем развалили Союз, о мировом заговоре и, конечно же, о них, что говорится, западных партнерах, которые во всем виноваты. Услышали рязанцы и приятную уху возгласы о Чубасе и всех этих либералах. В обличительной речи Старикова о председателе правления Роснана были упомянуты такие фамилии, как Гозман и Ходорковский. Я уже автор 15 книг. Во всех моих книгах есть ссылка на материалы архивные, другие книги, какие-то мемуарные источники, страница, полочка, архив и так далее. Все это есть, все можно проверить, в том числе есть ссылки и на открытые источники в интернете. В Рязани на встречу с известным автором пришло много людей. Небольшой зал был битком. Впрочем, и публика в городе известная. Многие лица, узнаваемые по митингам и периодически издаваемыми ими манифестом. На этом у нас все. Далее смотрите прогноз погоды и программу подробностей. Хорошего продолжения вечера. Это она. Опять она. Невыносимая, ужасная болезнь, от которой болит полголовы. От нее нет никаких средств, нет никакого спасения. Именно так Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» описал мучившую Понтия Пилата мигрень. В наше время подобную головную боль испытывают сотни тысяч людей ежедневно. С мигренью можно бороться с помощью магнитотерапии. Множество исследований подтверждают ее результативность. На базе нашего предприятия был создан специальный медицинский прибор, который позволяет проводить сеансы лечения в домашних условиях. Аппарат «Диамак» используется не только для облегчения головных болей. Уже несколько лет его активно применяют в сосудистых центрах страны для лечения различных нарушений мозгового кровообращения. Аппарат рекомендует при хронической ишемии головного мозга и остеохондрозе шейного отдела позвоночника. Спешите приобрести «Диамак» по специальной цене до 10 ноября в аптеках «Спрей», «Фарма» и «Ригла». Субтитры создавал DimaTorzok